Всем привет! Мы находимся в Паттайе. Сейчас у нас апрель, стоит пекло. Сегодня у нас будет бразильский выпуск. Я буду в роли зебры рассказывать вам про проект, который называется Карнавал. Офис застройщика за моей спиной. Начнем с шоурума. Погнали! Это проект у нас от застройщика Universal Group и выпускается он традиционно под эгидой Seven Seas. Вы помните их по проектам Seven Seas 1 и Seven Seas 2 Лазурный берег. Вообще полное название этого комплекса Seven Seas Карнавал, то есть 7 морей, карнавал. Этот комплекс у нас находится на улице Ватбун, в полутора километрах от моря. Полтора километра проходим и начинается набережная Джамтьян. Проект вообще этот был запущен только месяц назад и поэтому макет еще выглядит таким образом. То есть мы просто показываем сколько будет корпусов, здесь будет их 4. 2 по 27 этажей, 2 по 8. Но застройщик еще сам не понимает, каким образом будет выглядеть проект внешне. То есть это будут белые стены, желтые или какие-то расписные. Пока что мы просто показываем вам, как это будет выглядеть в будущем. Этот проект уникальный за счет того, что он сочетает в себе высотное строительство и инфраструктуру резортного проекта. Как правило, когда строят высотки, инфраструктуре уделяется меньше внимания. Строят небольшой бассейн, небольшой спортзал. Здесь же наоборот, здесь огромная территория 16,5 тысяч квадратных метров. Понятно, что вся территория награждена. Везде охрана, видеонаблюдение, бесплатная парковка. В высотных корпусах, здесь на 27 этаже, на самом верху будет скай-бар. То есть место, куда можно будет подняться, выпить какой-то коктейль, посидеть у бассейна или поплавать в нем. И здесь, в этом корпусе, на 25 этаже, также будет один бассейн. И здесь будут расположены пентхаусы со своими личными бассейнами с видами на город. Море у нас находится в той стороне, здесь у нас будет заезд, это улица Ватбун, это заезд и вот здесь центральный ресепшн, вход в проект. Пойдемте смотреть, что во дворе. В центральной части проекта у нас идет большая зона для загара и отдыха. В самом низу вот здесь детская зона, здесь детские неглубокие бассейны. В центре расположен будет мини-аквапарк, здесь будут стоять водные горки. Вот в этой части будет так называемая ленивая река, то есть воссоздается имитация течения. И здесь просто основная акватория. Тренажерный зал и сауна вынесены вот сюда, в здание Б, на верх, 25-27 этажи. С инфраструктурой мы познакомились, сейчас идем смотреть основные планировки. Шоу-рум был закончен буквально два дня назад, поэтому мы с вами будем одни из первых, кто это все увидит. По традиции начинаем с самой небольшой квартиры. Это студия 24 квадратных метра. Застройщик предложит вам весь пакет по мебели и по технике. В квартиру в стоимость входит все, за исключением элементов декора, которых здесь вообще не пожалели. Добавили очень много всего блестящего, все в стразах. Как будто я нахожусь в квартире какой-то львицы светской. Но это все в стоимость не входит. Будут кровати, полки прикроватные, ремонт, будет мебель и техника, включая телевизоры, микроволновки и кондиционеры. Но вот этих вот всех мелочей, этих цветов этого не будет. По ценам и рассрочкам, как всегда, будем говорить чуть позже. Пока просто знакомимся с квартирой. Ну, то есть, по факту, это стандартная студия с балконом. Здесь у нас шкаф. Кухня. Вытяжка, плитка, в общем, все стандартно. Санузел. Очень много зеркал. Очень светлый. Я такого ни разу еще не видел. Прикольно. И здесь стандартно душевая идет. Это еще одна студия. Здесь она чуть-чуть побольше. Здесь 27 квадратных метров. Здесь уже в нормальной, выдержанной гамме сделали квартиры. В общем, ну, примерно вот так вот и будут сдаваться квартиры в карнавале. С исключением вот этих вот всех мелочей по декору. Вообще студии стартуют по цене от 1 миллиона 990 тысяч бат. Студии, которые 24 квадрата, они расположены в здании А и Д. Это восьмиэтажные здания. А студии 27 квадратов в двух других зданиях. В предыдущей планировке шкаф у нас был встроенный и находился здесь. Стена была вынесена чуть-чуть сюда. Здесь сделали больше пространства. Шкаф перенесли вот сюда. И изменился немножко санузел. Его сделали поменьше. Ну, вот эта штука мне определенно нравится. Это односпальная квартира. Стандартная для Таиланда планировка в 35 квадратов. Здесь нам сразу поставили раскладной диван. По факту 3-4 человека могут спокойно разместиться в этой квартире. Выход на балкон здесь идет из зала. Спальня здесь. Никуда без наших любимых декораций. Шкаф сделали здесь такой даже как... Не то что шкаф, а мини-гардеробная. И выход в санузел. По цене. Такие квартиры начинаются на сегодняшний день от 2 миллионов 990 тысяч бат. График платежей абсолютно для всех квартир в карнавале выглядит следующим образом. Сначала квартира бронируется депозитом в 50 тысяч бат. Далее в течение месяца оплачивается контрактный платеж, который составляет 25% за минусом внесенного депозита. Следующие 25% вы оплачиваете через год. И следующие 25% еще ровно через год. Последние 25% уйдут на заселение. То есть при получении ключей и документов. Сдача проекта запланирована на 2022 год. Мы решили доехать до набережной. Посмотреть за... засечь время, за сколько мы доберемся. Как я сказал, здесь у нас полтора километра до набережной Джамтин. Все, мы выехали. Время 2.01. Буквально отъезжаешь 200 метров от нашего проекта. И здесь начинается рынок. Это рынок Ватбуна. Здесь большой выбор фруктов, мяса, морепродуктов, овощей. Я сам рядышком живу и периодически сюда захожу. Рынок этот работает, по-моему, с трех часов. Здесь еще буквально 200 метров, если мы проедем. Будет еще одна площадка, которую построили совсем недавно. Буквально в декабре, в январе. Здесь сделали еще очередной ночной рынок. По типу, как есть у нас на Паттайя парк, на Протамнаке. Как на 9-й Сой Джамтин, ночной рынок Джамтин. Он открывается также после 5 часов. Вот сейчас уже подъедем. Вот справа, где площадка. 7-11 построили тоже недавно. И вот справа, видите, в палатке стоят. С 5-6 часов начинают здесь продавать фрукты, какую-то еду, шаштыки. Ну, в общем, традиционный тайский рынок, который есть в каждом районе. Все, мы доехали до Джамтина. Время у нас 2.06. Мы ехали 5 минут. Но это при условии, что движение даже было плотное. Сами видели, лодки вывозили через эту улицу. Мы вышли в районе отеля Grand Jamtien Palace. Сейчас один слева машину запаркуем. На сегодня я с вами прощаюсь. Мы познакомились с проектом 7 морей карнавал. Добрались до набережной Джамтин. Жара сегодня стоит, я не знаю, по ощущениям градусов 300. Мне кажется, что я сейчас просто сварюсь. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. В самом конце хочу сказать, что для людей, которые покупают у нас квартиры в апреле и в мае, действуют особые условия. А какие? Для того, чтобы узнать, пишите нам на электронную почту, звоните на телефон, звоните на горячую линию. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok